Основным это посажение объединенного науково-техничного совета краин-уденец Евразийского экономического союза дальше поглубление интеграционных процессов. По великим рахунку, вартовальники уже научились довольно эффективно реагировать на возникающие, надзвучайные ситуации. Теперь необходимо сделать наступный крок. Научиться такие ситуации не допускать. У вогули свои деяния вартовальники узгоняют не первый год, але до долучения до Евразийского экономического союза Кыргызстана, и они проходили крыху в иншем формате. Правда, по коль у Кыргызстана есть и свои особливые задачи, сегодня для этой краины головная унификация законодательства. На протягу приклада 10 месяцев необходимо привести его в ответственность законами инших краин-уденец, а тому додатковые консультации не перешкодят. Мы должны выработать национальное законодательство в области защиты населения территории. Мы сейчас планируем обсудить данный проект технического регламента, коллеги чрезвычайного ведомства России, Казахстана, Беларуси. Они уже имеют опыт. Сироту-денеков сустречи не только керевники вратовальных ведомств, а и представники навыково-доследжек центров и отделов инновационных развития. Миновитояны робить справоздачу об опошенных распросовках у сферы обороны населения от назначенных ситуаций. Причем белорусский бок только одной тематикой не обмежевывается. Республика Беларусь представляет три своих основных направления. Это первое – спасательная техника, технологии для оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций. Второе направление – это средства предупреждения ЧАЭС. И третье – это именно образовательные технологии подготовки населения и специалистов аварийно-спасательных служб к действиям чрезвычайных ситуаций. У дейники посаджения Объединенного науково-технического совета Краин Евразийского экономического союза Перекананы сегодня необходимо больше активно выкористовывать максимум информационные просторы. По великим рахунку, калю володость оперативной информации, шматайки надзвычайной ситуации можно попередить задолго до их возникнения. У Центры стратегичных доследований Громадзянской обороны Министерства по надзвычайных ситуациях России, наприклад, пропонуюсь больше активно выкористовывать максимумы с подорожников. Тут в уголе литерально космичные перспективы. В привычных нам наводнениях, пожарах лесных, других бедствиях, они нам дают картину объективную. Но мы хотим двигаться дальше, и в том числе в такой экзотической отрасли, как предупреждение падения астероидов и метеоритов на Землю. Это очень серьезная программа, требует международной координации, требует больших финансовых затрат. Но разработки ученых в этой связи есть. Россия собирается начать ее реализовывать. И, естественно, это пол для того, чтобы эта информация делиться с нашими коллегами, партнерами, соседями. Олег Синчуров, Валерий Копанько, Телерадо, компания Гомель.